Всем привет дорогие друзья, меня зовут Алиэр Блэк. Первый свой 65 гелик я купил в 2020 году, когда не было тюнинга, но в то время и без тюнинга все тачки разгонялись фантастически. Тогда машины по дефолту имели те характеристики, которые сейчас достигаются полной установкой всего тюнинга. В том же 2020 году все тачки понерфили и подготовили почву для добавления тюнинга в малиновку, и элитные машинки стали менее актуальными, в том числе и гелик, так как разгон был паршивым. В 2021 году добавили тюнинг и вся эта ситуация исправила. И вот, наконец-то спустя 2 года он снова у меня, чтобы я в этом ролике смог вам рассказать, сколько стоит установить на него топовый тюнинг. Также покажу интересный момент с разгоном, замерю какой на нем износ и расскажу, актуален ли Гелендваген Г65 в 2022 году. Погнали! Конечно же хочу начать с его карбаса. В салоне стоимость нашего монстра составляет, внимание, 13 миллионов 738 тысяч 999 рублей. Я вообще никогда не понимал, почему именно такая сумма. Ну, чтобы не было некрасивых цифр, я буду округлять. 13 миллионов 700 тысяч, короче говоря. Максимальная скорость Г65 составляет 144 километра в час, а стоимость топового двигателя 2 миллиона рублей. Стоимость тормозов 700 тысяч. До сотки по дефолту разгоняется за 5,8 секунд. А вот тут, как я и обещал, покажу вам интересный момент. Сейчас слушайте внимательно, чтобы не потерять нить моей мысли. Я обычно катаюсь с включенным ограничителем кадров в игре. Это означает, что фпс в игре будет равен герцовке моего монитора, а именно 60 фпс. Все зависит от того, какая герцовка у монитора. По-другому это называется вертикальная синхронизация. При включении этой функции картинка становится невероятно плавной, но фпс меньше, если монитор старый. Когда я хотел записать и замерить, сколько он разгоняется на топовом движке до сотки, я заметил, что с разгоном что-то не так. Зашел на стройки, выключил ограничитель кадров. И что вы думаете? Гелик начал разгоняться ровно на секунду быстрее. Просто взгляните на это. Слева с включенным ограничителем, а справа, соответственно, он выключен. И он реально едет быстрее. Вывод такой. Если вы хотите выжать максимум разгона из своей машины, то выключите эту функцию и будет вам счастье. Теперь я хочу поговорить о его внешнем виде. Размером гелик больше, чем G63, но на удивление меньше, чем G500, хотя ситуация на скриншоте спорная. Ведь если присмотреться, можно увидеть, что G65 провалился немного колесами в текстуры. И можно сделать вывод, что он такой же, как и G500. Стоковые диски выглядят кайфово, и на них вполне можно катать, не меняя. Насчет цвета есть вопросы, потому что моделька старая, и все другие цвета, кроме черного, выглядят абсолютно никак. Ну, разве что серый еще хоть как-то. Салон проработан очень классно, точь-точь, как и в реальности. Единственный маленький вопросик к значку Mercedes на морде. Он прозрачный, и если пройти сквозь машину в пассивке, то видно скин игрока. Но это не критично. Ломается он тоже вполне неплохо, и стекла бьются более-менее реалистично. А сейчас вы видите редкие кадры. Вот именно столько стоит починить гелик с 15 тысячами пробега, до 100% у механика. И это бьет по карману на самом деле, поэтому я вожу с собой ремки. А теперь поговорим про износ. Стоимость одного километра пробега составляет 101 рубль, а завести двигатель 858 рублей. Аналогичная ситуация, как и на R8. Не врезайся, и будешь платить копейки. А теперь перейдем к итогу. Актуален ли G65 в 2022 году? Как бы это странно не звучало, но да, если кто-то еще не знает, ему разработчики скрыто апнули управление, и теперь он рулится невероятно классно, и заходит практически в любые повороты на максимальной скорости. Раньше он просто разматывался об столбы и вылетал на обочину. Купить я его рекомендую всем, кто имеет около 15 миллионов рублей. Естественно, с салона, так как прямо к единице, по крайней мере, на четвертом сервере. И стоимость такого гелика составит около 100 миллионов. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Удачи!